так ладно стрелочка не поворачивается так я узнаю традиционный контент верто сексуала три простых слова известный смешной мем фундамент восприятия мира для интерсекциональных феминисток они же и живи и да блин а зря ты используешь картинку с вот этой вот ней на первых порно актриса во вторых ей ну типа ну на нее реально напал неонацист короче в ходе вот этой драки в беркли то есть ну когда она начала начала бомбить на тему того что ей прилетело по лицу но она в общем-то была права в этой ситуации потому что она тупо стояла тупила где-то там сбоку и на нее напал блять ну реальный неонацист ну как бы ну ну реально неонацист а я буду говорить с живи они же прогрессив left или попросту леваки эту фразу впервые произнесла никого двуд и в оригинале она звучала вот так стрелочка не может друг брать и повернуться вот сюда вот это сексизм но как часто бывает в интернете формулировка немного изменилась и после этого случайно завирусилась ну может не совсем случайно тысячи людей знают шутки про стрелочку но далеко не все догадываются сколько знаний о матчасти борцов за социальную справедливость гарри поттер на самом деле скрывает эта фраза это ключ к пониманию всего и сегодня я кстати знаете я один спалил что саундтрек гарри поттеру эта песня плыла качалась лодочка по я узи реки то есть по моему по моему что-то вот блять это джон вильямс спиздил 5 бутылок 5 бутылок выпили вот спиздили водки возьми две выпей выпей на работе что тебе стоит но 5 бутылок 5 вы его получите добро пожаловать в школу интерсекционального феминизма и сжи и волшебства здесь занимаются матчастью с детьми и с вами давайте тоже позанимаемся я ваш новый преподаватель гендер флюидный верто сексуал называть столько по имя гендер маленькие вы засранцы и я научу вас матчастью феминизма третьей волны двойным стандартам нытью без причины в интернете и в целом совершенно невыносимому поведению поехали итак матчасть феминизма третьей волны в ней я кое-что понимаю конечно я изучил ее в основном по мемам а также по смешным роликам и монтажам но поверьте мне это достаточно точно описывает в целом уровень всей этой дискуссии поэтому конечно некоторые вещи могут быть не совсем точными и нау блин кто за то чтобы я короче устроил дебаты с верто сексуалом где я выступал бы за интерсекциональность плюс в чат вот это уж так думаю бля надо надо бы попробовать как все эти тхуи организовать надо будет надо бы написать как нет не ну прям сейчас нельзя сейчас мы не готовы никто но я всегда готов но типа я не могу просто взять и типа валя закинуем на стрим это надо заранее подготавливать научными на типа в целом чтобы вы понимали общую движуху сойдет конце концов все мы знаем что по научпопу в интернете можно получить настоящее образование никсель пиксель действительно талантливый человек потому что она смогла вместить она между прочим похоже на дэниэла рэдклифа блять как как брат близнец нахуй он стримит как раз можно прямо сейчас не понимаю что он стримит но и нельзя просто брать и заваливаться людям на стрима блять это неправильно вот значит чё сказать-то хотел блять да в чем проблема то интерсекциональность так-то если подумать то есть ну что вообще такое интерсекциональность вот как 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 теория до что каждый человек он значит угнетаем и привилегирован по самым разным пунктам по самым разным причинам то есть я например более-менее белый относительно на все белее некоторых людей темнее некоторых людей на относительно привилегирован и относительно угнетаем по при по расовому признаку я относительно привилегирован относительно угнетаем по принципу сексуальной ориентации по принципу там гендера я привилегирован на религиозному принципу относительно привилегирован относительно угнетаем и так далее так же есть всякие признаки типа рост вес значит нейротипичность здоровье относительно это все всякие такие категории если мы посмотрим пересечение всех этих категорий да вот то есть конкретно мой гендер конкретно моя вот раз конкретно значит мой рост мой вес значит мое здоровье мама психическое состояние тогда пересечении всех этих факторов до уже такое intersection на это пересечение на то есть интер секциональность это пересекаемость пересечение всех вот этих вот факторов привилегий угнетений получается что получается индивид получается этот самый этот самый драгоценный блять индивидуум на который так яростно надрачивают так называемые правы и типа джордана пидарсона блять питерсона извиняюсь вот и пошучено было или но во всеми шапира есть версия человека паука гоблина там гоблин убил чрезвычайное происшествие стал пауком так вот мало кто знает но гоблин ставший пауком это убер маргинал копа ну кей спасибо за 100 рублей я гоблин ставший пауком пи дара на ароновский да то есть ты то есть где проблема то в чем проблема интерсекциональности по моему все правильно и ника права рафик ни в чем не виноват большинство этой самой матчасти в одну простую схему и 14 так стоп не тот сценарий три простых слова здесь у нас речь о сексизме вот доминантная группа цис мужчин вот угнетаемая ими группа женщин и им сочувствующих а вот она та самая это стрелочка эта стрелочка это механизмы угнетения которые находятся в ручках у этих человечков или иначе говоря власть мы только начали а у вас уже может возникнуть много вопросов о природе этой все объемлющий глобальной власти но не волнуйтесь власть это институциональная системная институционализированная и системная это синонимы и по простому это значит на уровне всего общества на уровне общественных институтов иными словами в основном она воображаемая сексизм эта штука марго а где донаты смысле где донаты вот только что проигрался донат ты о чем лежит в основе всего общества и в основе взаимодействия всех его членов а патриархат это описательный термин который характеризует систему общественного устройства это не та власть которую лично ты дружище можешь как-то увидеть или может быть даже ощутить на собственной шкуре или воспользоваться ей нет эта власть в глобальной системе которая была мастерски изображена никой на этой схеме с одной стороны она вроде как каждого из нас касается а с другой стороны она не касается вообще никого потому что она на другом уровне абстракции я думаю сейчас ты примерно начнешь понимать что это значит и у всех на этой вечеринке могут быть какие угодно предубеждения в голове но только у вот этих ребят есть вот эта стрелочка только у них есть контроль и власть с одной стороны каждый из нас является личностью со своим уникальным опытом жизненной истории и трудностями через которые пришлось пройти а с другой стороны это вообще не важно потому что на системном по-настоящему важном уровне ничего не изменилось и измениться не может понимаешь вертолет вместо того чтобы спорить с гениальными определениями которые дает ника нужно познать зен нужно иметь немного терпимости и смирения и задать встречный вопрос поучиться 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 у ники задать вопрос а кто такие на самом деле белые значит с позиции интерсекционального в том числе феминизма и внезапно окажется что дело не в том что стрелочка только у белых а дело в том что белые это те у кого стрелочки примет вот так вот и вообще эта теория про то как брюки правильно гладить ну ладно а почему стрелочка не может друг брать и повернуться вот сюда красиво не правда ли и никто обычно не говорит как эта система появилась почему она именно такая как она изображена какие культуры и нации и страны она затрагивает есть ли из нее исключения и самый главный вопрос который обычно остается без ответа это а как мы на самом деле узнаем что все вот эти вот старания хороших людей не таких как мы с вами а хороших людей которые постят свои селфи в твиттере из туалета вот когда эти старания приведут к улучшению на системном уровне обычно в ответ звучит если вы не согласны с этой картинкой и не понимаете вот это все вообще и типа такие или понимаете такие нет нифига этого всего нет то пожалуйста не оставляйте комментариев к моему видео можете тоже не смотреть его можете посмотреть но типа делайте это незаметно от меня пожалуйста это называется принцип свобода ассоциации если ты не прав если ты правый то ты не можешь быть против свобода ассоциации вертолета разве не в курсе поэтому ника вольна банить кого хочет это правильно ты же не за бейк в кейк правильно все ника не обязана печь тебе сексистский торт блять ну что я веду этот диалог не с вами кстати действительно не существует обратного расизма или сексизма потому что у расизма и сексизма нет направления по нормальному определению сексизм например эта дискриминация папу мне нравятся люди которые пишут сам пошутил сам посмеялся после того как чат был вайпнут смайлами ржущими то есть чат в просто вайпнут значит постами ха-ха-ха смеющиеся смайлы и потом какой-то хуй приходит сам пошутил сам посмеялся чё блять ты не один в комнате полу по любому по никиному это институционализированное угнетение или подавление дискриминация групп людей по гендерному признаку сексизм это не просто предупреждение это предупреждение плюс знаете на кого она похожа с этой прической чувствую себя человеком сексизм например это дискриминация по полу по любому по никиному это институционализированное угнетение или подавление дискриминация групп людей по гендерному признаку сексизм это не просто предупреждение это предупреждение плюс власть предупреждение плюс вот эта стрелочка опять таки просто потому что она так сказала каких-нибудь убедительных данных которые бы поясняли эти самые механизмы системной власти всех мужчин в мире над всеми женщинами мире всех культур и стран и наверное даже эпох я честно говоря ни разу не встречал стрелочка просто есть и все тут а если тебе что не ну вертали ты не понял это аксиоматика подхода стрелочка то она есть по определению проблема не нравится то это либо привилегии тебя ослепили маленький засранец и поэтому ты в принципе это понять не можешь либо изначально рано она по определению есть включать не нужно было его не для тебя снимали глупышка и да они действительно переписали что для определения слов и чувств с хайдеггером туить себя очень невероятно умными и образованными когда кто-то этому возмущается ведь они могут гордо им сказать загуглить для начала значение слова расизм вообще-то мы это значение переписали а уже потом извини меня раскрывает свой необразованный рот на интеллектуальных воинов матчасти а так как власть это определение как нельзя же не как доказать или опровергнуть истинность определения не бывает ложных определений вся сказал что вечность это пончик с повидлом ну значит вечность это пончик с повидлом такой у нас дискухс внезапно начинается про пончик с повидлом под словом вечность в системе только у мужчин ничё не понимаешь сексизм идет только по стрелочке но не наоборот таким образом обратного сексизма расизма и так далее действительно уроки постеронии от бир маргинала нет ни в одном из вариантов его определения пончик пахнет нефтью а нет блять это мелодия все как у людей ну хуй с ним окей пускай стрелочка действительно не может повернуться но ведь даже ника не может отрицать что с мужчинами тоже случаются плохие вещи иногда напрямую от рук тех самых угнетенных групп ну на это она очень дипломатично так это это частные случаи это они статистически незначимы ничего не значит то есть структурно хуй орна блять этого ничего нет отвечает поэтому если женщина скажет мужику чтобы он ушел потому что он просто ты был избранником предрекали что ты уничтожишь леваков а не примкнешь к ним восстановишь равновесие силы а не ввергнешь ее во мрак нет гомофобов жить как 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 говорил значит сидящий сейчас значит незаслуженно репрессированный диссидент гомофобов геть носитель семян гомофобов геть и ни на что не годится то это наверное будет ему грустно и мерзко неприятно но это не будет сексизмом сексизм это вот вот это это влажные мечты мужчин ой так тут просто слово другое а так даже белые цисгендерные угнетатели заслуживают жизни и сочувствия но если быть справедливым конкретно у ники скорее да она действительно никому даже кибербуллинга не желала не говоря уже о чем-то более жестком но ведь ника же все не ограничивается правда обычно дела обстоят несколько как-то специфически очень сказал имя ника только что не показал как иначе обычно особенно в кругах тех кто идет в своем актеизме чуточку дальше твиттера или тамблера нападки и насилие в обратном направлении стрелочки называются ни много ни мало оправданной реакции на системное угнетение сейчас мы быстренько закончим с теории и я покажу вам на примере что это на самом деле означает но в общем картина выглядит как то так стрелочка не может вдруг брать и повернуться вот сюда здесь мы разобрали пример о сексизме это лишь одна из многих систем угнетения есть другие и теоретических вообще бесконечное количество но схема все равно не меняется меняется только доминантная и угнетенная группа а также стрелочка которая иногда кажется ну совсем уже абсурдом так мы получаем расизм гомофобию трансфобию эйджизм лукизм и в принципе в принципе все что угодно современный прогрессив лэфт движ это феминизм третьей волны интерсекциональный феминизм в прямом смысле за все хорошее против всего плохого они претендуют вообще на все сферы жизни интерсекциональный значит говорящий о пересечении многих систем угнетения так как систему угнетения вообще везде то и говорят они действительно вообще обо всем поэтому друзья не удивляйтесь бесконечным новостям о том как интерсекциональные ученые определили что стулы сексистские погода сексистская кондиционеры сексистские ураганы сексистские потому что в принципе по определению сексистская абсолютно все в каждой из систем угнетения быть левее стрелочки означает иметь привилегию а правее стрелочки быть угнетенным а сумма ваших положений во всех этих бесконечных системах угнетения составляют лично вашу матрицу привилегий это примерно как личный Гороскоп, в принципе, ну. Александр Карпов, 666. Спасибо, Александр Карпов. Я думаю, вы сейчас сами поймёте. Даже основные системы угнетения могут вызывать вопросы, мол... Ты как-то заебал, блядь. Как это так? Почему все женщины системно угнетены по всему миру? Почему все небелые системно угнетены по всему миру? Как соотносятся азиаты, индусы, например, и чернокожие? Где уравнения? Где коэффициенты? Ну, потому что всю эту хуйню журналисты пишут. Если ты с нормальными, значит, людьми, практикующими интерсекциональный подход пообщался бы, ты бы понял, что это истина. Так вообще можно конвертировать или сравнить... Вот и всё. ...какие угнетения из сексизма, например, в эйджизм. Ведь мы утрируем такие разные и глобальные вещи до уровня какой-то глупой анкеты из тонкой газеты, которую продаёт инвалид в электричке Минск Осиповичи вместе с пластырями, комсомолкой и толстушкой. И знаете что? Вот официальная схема привилегий от Ники Водвуд. В принципе, уже на этом, всерьёз... Это похоже на Ануш немножко. ...высчитывать своё место на схеме угнетения и пытаться требовать от владельцев лучшей статки чекнуть их привилегии будет... ...довольно глупо. Но ведь это не конец. Вдобавок к этой схеме с относительно серьёзными категориями существует бесконечность других систем угнетения, которые основаны в основном на желании встать в позу жертвы и начать у кого-то что-то требовать. Луки... Это автор, у которого есть паблик или был «Любовь и мировосприятие» называется. Там отличные видео, всякие клипы в такой стилистике. Лукизм для детей. Как насчёт угнетения низких высокими, кореглазых голубоглазыми, толстых худыми, людей с проблем... А высоких низкими. Да. И плюс, не забудьте умножить всё это на разное понимание каждого человека, что такое хорошо и что такое плохо. Кем быть хорошо, а кем быть плохо. В итоге, мы получаем один бесконечный водоворот взаимных предъяв и обидок на пустом месте. Потому что каждый из нас в чём-то завидует другому, да ещё и понятие блага. У разных людей разное, то есть и направление стрелочки субъективно. Не, ну, конечно, у разных людей разное, но очень мало людей есть, которым нравятся, например, прыщи на ебальнике. Да, то есть есть люди, которым похуй, но нет такого, что, бля, прыщи... То есть... Нет. Нет. То же самое и с красотой. Есть люди, которые весят за 300 фунтов примерно, блядь, за 200 кило, и, типа, ну, очень мало людей, которым такое нравится. Необъективно, какой во всём этом вообще смысл? Ну, Ника говорит, что, в принципе, привилегии нужно просто осознавать. А когда тебя просят их чекнуть, это не атака на твой образ жизни, а просто напоминание, чтобы ты осознавал свои привилегии. А так, в принципе, всё... Да, блядь, какого хуя, блядь, да убери, да, сука, блядь. Можно и простить, если это кто-то из своих. На твиче нельзя такую хуйню постить. Иначе, СЖВ банально бы не вышли за пределы внутренней борьбы. Хотя, конечно, они и так постоянно грызутся из-за самых ничтожных мелочей. И именно об этом мы с вами сегодня поговорим. В итоге, буквально каждый из нас может придумать свою собственную систему угнетения и использовать своё положение вне... Ура! Давайте лучше белового, богатого, высокого, красивого, талантливого историка, оперного певца и актёра из фильма «Бой с тенью 3». Аристократа посмотрим. Не, смотрели в прошлый раз. ...как универсальная... Сегодня вертолёт. ...аггумент на все случаи жизни. А сейчас пришло время попытаться применить нагромождение всех этих странных знаний, которые никого тут лично привезла из Америки, на практике. Сара Джонг и российский пинг-понг. Я думаю, все вы слышали эту историю о новой сотруднице Нью-Йорк Таймс... Да, в России особенно все. Просто до единого. ...старе Джонг, у которой всплыли твиты про то, как ей нравится быть злой к старым белым людям, как хэштег «нужно отменить белых», как она радуется скорому вымиранию белых, и как белые ничего не изобрели, а всё украли. Чёрт возьми, азиатка нехило так разжигает сторону белых, не правда ли? Выглядит прямо как старый добрый расизм? Ммм, наверное, в современную эпоху западной нетерпимости к расизму её должны были уволить, правда? Нет, её не уволили. Компания буква в букву пояснила прямо-таки по матч... Это очень тяжело смотреть, потому что, ну, типа, это дико замусоленная хуйня уже американскими влогерами. Часть, и почему так вышло? Но так как матчасть интерсеков для неподготовленного человека очень уж похожа, знаете ли, на двойные стандарты и густое лицемерие, этот случай стал довольно громким даже в Рунете. Нью-Йорк Таймс ответили всем мизогинным расистским хейтерам, что журналистская деятельность Сары, а также факт того, что она молодая азиатка, сделали её целью постоянного кибербуллинга. А она, в свою очередь, одно время отвечала на него в той же манере, то есть, знаете ли, просто защищалась. Сейчас же она жалеет о содеянном, а редакция сказала ей, а-та-та, больше так делать нельзя. Вообще, отказ частной компании Улли, сотрудника за непопулярное мнение в соцсетях, это круто, только формулировка этого манифеста явно намекает на святую матчасть. Раса, пол и даже возраст Сары были указаны как главной, и, в принципе, наверное, единственной причиной злостного киберугнетения, и ей пришлось, знаете, защищаться яростным шитпостингом в ответ. То есть, к ней был проявлен тот самый системный расизм, а она, сделав то же самое, просто показала адекватную реакцию на это самое угнетение. Очень похожее действие, очень разные отношения. Потому что что? Стрелочка не поворачивает. И вот она даже предоставила один скриншот, где ее обещали избить при встрече и... Частная компания, ну, реально, не захотели, не уволили, в чем проблема? Называли Гуком? Не знаю, насколько эти объяснили. Кем называли? Не надо такие... Это все... Не-не, про... Но зачем Саргон надел хипстерские очки? Смешно. Эээ... Не надо такие слова говорить, вертолет, это плохо. Дивы, у меня правда нет желания закапываться в архивы твиттера и разбирать все срачи Сары по кускам. Поэтому, окей, я поверю и на слово. Даже видя твиты, которые не являются ответами кому-то, ретвитами с ответом или частью треда, то есть просто российские твиты-утверждения, я, окей, подыграю. Ммм... Там какой-то чувак ботами, короче, себе пытается что-то накрутить, срет в чате. Эээ... Ребят... Не надо нарушать правила твича. Я-то сейчас сабмод просто в ебу. Вот. А тебя за нарушение правил твича кто-то может застрайкать, понимаешь, чем проблема. Репортов накидать. Было бы очень печально, если бы так произошло Пускай у нас будет классическая стрелочка расизма против азиатов Так вот, даже в этом случае... Не, перейдите по ссылке, чё, канал неплохой Чё бы и нет Главное, репорты ему не кидайте Ну, типа, это некрасиво Хотя кто-то может, на самом деле, это страшно Потому что когда ты нападаешь на чужую трансляцию с кучей ботов, блять И пытаешься себе набить таким образом просмотры, это, типа, против правил Чем отчасть сложная штука, знаете ли? Потому что азиатов довольно-таки трудно называть меньшинством в мире А конкретно в США люди иногда говорят даже о самой, что ни на есть, азиатской привилегии Возможно, разобраться в том, почему откровенно расистские высказывания кому-то прощаются, а кому-то нет Нам поможет великое издание Вандерзин, которое, естественно, не мог пройти мимо этого резонансного случая Вот они даже написали про расистские твиты, понимаете? Не расистские, а расистские В кавычках Ну, ну вы знаете, мы же, мы же с вами просвещенные люди Читаем Вандерзин, мы же понимаем, что расизма против белых не бывает Есть только расизм Вот у нас подъехало системное угнетение не белых, зеркалочки и борьба в интернете А вот у нас нет расизма против белых, а угнетённые по мочам Ну, понимаешь, вертасексуал, ты думаешь, нет системного угнетения азиатов в США? Ты знаешь, как их объёбывают в Гарвардах всяких и так далее с вступительными баллами? Настолько, что сейчас китайская диаспора судится с Гарвардом за такие объёбы Так что нет Сара Джонг права во всём Части группы имеют право на реакцию Конечно, угнетение общее, системное, как мы знаем А реакция обычно касается конкретных людей Которые могут и не быть знатоками матчасти И по незнанию, глупцы необразованные Спутают обоснованную агрессию против угнетения С простой агрессией в свой адрес Простой и ничем как бы и не вызванной Поэтому всем нам, друзья, нужно образовываться по матчасти Чтобы каяться перед чёрными за рабство В котором были их предки в США И, конечно же, не допускать проклятого блэкфейса Кому перед кем каяться в СНГ, не совсем ясно Но оно и понятно, ведь матчасть писалась не для нас А вообще это, конечно же, были не настоящие расистские оскорбления О шутке, зеркалочке Знаете, чтобы уличить и подколоть проклятых расистов Всё очень просто, давайте все вместе по матчасти Вот зеркалочка и ненастоящий расизм Вот оригинальный персонаж комиксов в результате синтеза двух чужих А вот группа молодых людей радуется исконно русской системе То есть она просто пытается обратить внимание на вас Хуй, я так медленно грузится, это гвно Гой должен платить Гой должен пла.. Та-та-та-та-та-та-та Гой должен платить Та-та-та-та-та-та Вопрос, а сама ничего подобного Спасибо за 100 рублей Утверждать не собирается Её твиттер всё равно заблокировали Правда, только на 12 часов Наверное, сделали поблажку за цвет кожи А то, конечно, некрасиво бы получилось Уважаемые ГОИ, ГОИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ указал, что это как бы в контексте. Это не он пишет, это он просто Гои, я даже не знаю, как вам это сказать. Стрелочки не поворачиваются. Это проверяет механизмы действия и он их проверил. Пермабан. И теперь даже если он зарегает новый аккаунт, он все равно получит бан, потому что правила Твиттера таковы. Так что Кэндис в принципе легко оделась, хотя конечно помочает... Я осуждаю действия Ти Джей Кирка известного как The Amazing Eight, если я считаю он запостил российский пост и его на Твиттере забанили правильно. Не надо таким быть. И она не без греха. Потому что знаете, ребята, когда кто-то из угнетенной... Расизм это плохо, гомофобия это плохо, дискриминация это плохо, блядь. Мы против, блядь. Мы за равенство, значит, свобода равенства, братство, сестринство, ёпта. Без сексизма, мы против сексизма тоже, мы против дискриминации, блядь, вот. Мы против исламофобии тоже, вот, всё. Группы, вдруг, вдруг начинает отвергать великую мать часть, отвергать своё системное положение об угнетении и о том, что он его никак не может исправить, он сразу же становится хуже, чем сам угнетатель, потому что он один из своих, который предал. И все вот эти так называемые аргументы и вот эти вот доводы, что, может быть, не все чёрные угнетены, они сразу же начинают жесточайше обесценивать всю ту важнейшую киберборьбу, которую её сёстры вели на протяжении всех этих долгих лет. Поэтому да, Кэнди... Не, почему? Это же отдельный пример просто чёрного человека, который не считает себя угнетённым. Он же никак не влияет ни на статистику, ни на, там, структурный расизм и так далее. Так что, нет, ты не прав, Ник права. Ты смотришь в следующий раз осторожнее. Вообще, конечно, Твиттер — это исключительно паршивое место во всех его проявлениях. С одной стороны, у вас потрясающие вонлайнеры от микроблогеров-юмористов, которые они украли из газеты с анекдотами 2010-го года. А с другой — регулярные апдейты о невероятно интересной жизни плотных держателей в курсе. А с третьей же, конечно же, притаилось всё более и более ужесточающееся, самое настоящее интернет-цензуру. Иногда мне кажется, что все новомодные нормы и движения никому не сдались. Пойду в аскетизм сосать себе хуй. Ну, нормально, в этом аскетизм и заключается, кстати. ...цензура от платформы, потому что Твиттер давным-давно встал на путь священной матчасти. Ну, то есть, по официальной версии, никакого ограничения аудитории для аккаунтов с неправильной с точки зрения Твиттера повесткой нет. Это всё алгоритмы и технические косяки. Ха, откуда, откуда нам, админам, знать, почему там у вас что-то не отображается, или в поиске почему-то вы пропадаете? Ха, кто уж тут разберётся? Просто довольно много политиков и деятелей по всему миру действительно используют Твиттер как серьёзную площадку, и когда Твиттер начинает подтасовывать выдачу и поиск, то как бы им уже становится не до шуток, и иногда Твиттер зовут побеседовать в Конгресс США. Давайте просто все вместе уйдём из Твиттера и дадим ему дальше умирать. Кстати, о банах в соцсетях и расизме. Некоторое время назад Твитч одного... Хуйлан, который, блядь, спамил мне калом всяким в чат, он на меня подписал где-то 500 ботов, блядь. Хуесос. Отпиши ботов своих сраных от меня. Моего доброго друга Лёши забанили. Его забанили за расизм и разжигание ненависти. Говноед, блядь. На меня подписал, блядь, ботов. Ебан. Забанили за то, что рейд на корейца и, ну, не совсем красиво себя вёл, скажем так. Я посчитал смешным кидать сообщение Ким Чим Ин Сила Северная Корея вперёд. Да, это не олимп юмора. Вот увиденного им в чате он удивился до такой степени, что его беньки раскрылись до настолько неестественного состояния, что... Да, блядь, ты хорош, блядь. Достаточно одно... Иди нахуй. ...который у меня есть. Почему Твич забанил Лёшу, а его обидчиков и скорее нет? Ведь в этом была главная претензия. Потому что во многих онлайн-играх принято закрывать глаза на нарушения людей, которых провоцируют. Лёша устроил весьма оскорбительный рейд и люди взбугуртнули, пришли и начали его оскорблять в ответ. Не они полезли к нему первыми, это он к ним пришёл и начал задевать довольно щепетильные темы. Ким Чим Ин Сила, Северная Корея... Ты пошёл ты нахуй, блядь! Это... Шамиль, уводи ребят, блядь. Отписывай от меня своих сраных ботов. Чё за говно? Алерты о подписке ботов не было? Не, они... Ну, это бесплатно. Они зафоловили, я имею в виду. Блядь, убери ботов, которыми ты меня зафоловил, блядь. шамиль в воде ребят вперед наверное по правилам твича тех корейцев тоже стоило бы забанить но зачем такая практика давала бы троллям супер бля реально страны сраный бытовод серьезно этот хуй сейчас я короче его канал вам разрекламирую сейчас в чат скину смотрите в чате вот никнейм этого хуя это крендель который на меня подписал блять примерно 500 ботов блять только что для того чтобы срать мне в чате я очень опасаюсь что кто-то его может зарепортить блять за это вот вот у меня это очень сильно беспокоит эффективную стратегию грифа людей после которой эти люди получали бы еще и пермабан а не только оскорбление так то что твичу что другим около игровым и игровым сервисом нужно полная противоположность им не нужны не рейды не срачи не оскорбление не спам эмодис киев си нет им нужно чтобы все просто сидели на жопе ровно играли донатили и мило общались поэтому я считаю еще раз это просто мое мнение что лёша оказался не невинно пострадавшим борцом за свободу слова а просто дураком и твич постарался выйти из ситуации с наименьшим для себя уроном кстати твич лёша все-таки разбанили ну а теперь история которую вы все и так знаете социальная справедливость для тех кто любит в социальной справедливости все кроме справедливости все вы знаете эту историю ну режиссера стражей галактики джеймса ганна нашли старые твиты с очевидными шутками про педофилию после чего его жизнь пошла под откос пупу его сняли с режиссерского поста в третьих стражах галактики и не петиция зрителей не угрозы актеров уйти из фильма не дополнительные переговоры с дисней не смогли изменить его незавидную участь сначала может показаться что это просто репутационные разборки студии дисней она просто не хочет видеть свое название в одном тексте со словом педофил это их фильм их нанятый режиссер и их права казалось бы причем здесь вообще матчасть но на самом деле мы можем извлечь один важный урок даже если ты уже заодно с интерсеками им всегда будет мало в том-то и ловушка матчасть слишком всеобъемлющие многогранно она претендует абсолютно на весь мир причем кажется даже во все времена поэтому в принципе невозможно даже представить себе человека который был бы по ней безгрешен то есть подцепить можно любого именно поэтому их борьба никогда не завершится как нет безгрешного человека так и нет расклада при котором они бы сказали знаете что окей мы мы все сделали мы боролись за благое тело и мы победили все мир в порядке можно закрывать свои боевые twitter аккаунты закрывать свои боевые чаты где вы спамим репорты все хорошо все отлично понимаете этого мира просто не существует их борьба направлена на поддержание их борьбы поэтому неудивительно что в шестерне интернет машины любви иногда попадают и свои ребята да в ситуации с ганом речь скорее все шла просто репутации диснея но главный вопрос здесь таков уволили либо его за старые шутки за которые он уже успел кстати извиниться случить это всего пару лет назад до вайнштейн гейта и движения мету потому что ган очень хорошо вписывается в современную повестку голливуда верит в то что трамп это иностранный агент и репостит мотивационные картинки про девочек которые сражаются как героини а его старые твиты вообще невозможно спутать серьезными утверждениями это действительно были просто шутки так вот может быть всего лишь лет пять назад дисней взвесил бы все за и против и все же решил не саботировать съемки очень успешного проекта от режиссера который ничего ужасного по сути и не совершил мы можем только догадываться за последние пару лет атмосфера в голливуде явно поменялась а же их сторонники потому что это самая матчасть настолько многогранна что любого даже самого ярого ее приверженца можно в чем-то обвинить особенно если есть история из соцсетей я напомню что началось все с вайнштейна доказательства вины которого существуют и были опубликованы жертвам которого закрывали рты а все знали и молчали вайнштейн делал крутые фильмы но явно нарушил закон за что им сейчас и занимается полиция дошло же все до луи сикея который показывал дамам свой пеструн предварительно предварительно всегда спросив их разрешения да возможно это не самый красивый поступок но как ни крути он тянет все таки больше на хулиганство чем на полный бойкот и отмену его фильма закончилось все обвинениями в адрес той самой актрисы которая все и начала круг замкнулся и теперь простым голливудским работягам вообще непонятно как дальше жить поэтому думаю с ганном так и обошлись ведь раньше в голливуде были немного другие стандарты относительно педофилии вряд ли даже сама студия дисней была рада такому повороту событий потому что фильмы были действительно успешными но ган к сожалению белый мужчина и даже не гей поэтому никакого спасательного круга ему по матчасти кинуть нельзя как это было например с сарой прости джеймс прости эх джеймс если бы ты только принимал в туза мы бы все получили еще один фильм с пропагандой самого лучшего медиума для музыки в мире и мне тоже действительно жалко ганна потому что он крутой я извиняюсь блять но я сейчас немного занят автор который пострадал не сделав ни про про бена ганна или как там эту хуя зовут мне у нас чего плохого его комиксное кино крутое и понравится даже тем кто комиксное кино не любит и это далеко не все конце нулевых ганн запилил шедевральную серию короткометражек порно для всей семьи с нейтаном филлианом и настоящими порно актрисами он написал сценарий для лолипоп чейнсоу отсюда 51 а начинал он вообще с лойдом мать его кауфманом создателем студии трома и токсичного рейндроп подчеркивание с 500 привет солнышко посмотри да сейчас побегу включать ссылку на 2 охуенно на стриме это это охуенное решение стиль не ну сам то я посмотрю на другом компе и телес без звука джеймс ганн крутой и умеет делать крутые вещи пускай пишет в твиттере какую-то херню талантливым и знаменитым людям будет позволено больше в любую эпоху но здесь что-то не удалось так вот определенная атмосфера страха быть обвиненным в чем угодно кем угодно в голливуде явно ощущается на фоне скандала с ганном дэн харман один из авторов рика и морти целиком удалил свой твиттер почему же так ну возможно из-за всплывшего там видео где дэн трахает кукла младенцев скетча о-о-о дэн как-то как так ведь твой сериал смотрит столько интеллектуалов ну ничего страшно ведь никакого есть сармат например скандала не последовало хотя казалось бы казалось бы сколько слез было пролито в твиттере из-за куда менее жестких шутеек а тут ничего и фигура публичная и сериал мега популярный как так возможно дело в том что дэна все же считают скорее своим несмотря на цвет кожи и пол ведь он толкал такую проникновенную речь это кумир ежесарматов я не знаю что с ним на этом видео но я рад что дэну в итоге удалось спастись конечно он удалил свой твиттер как будто бы подозревая что это сегодня ему удалось спастись а в будущем кто знает кто знает но пока что все хорошо и искренне искренне этому рад потому что теорию большого взрыва закрыли и реки морти по факту остался единственным источником мемов для настоящий интернет интеллектуальной элиты которыми эти уебки заебут да бляд я не нашел на ютубе там ничего такого нет монолог джо органа у вас до смерти вишенкой на торте в этой ситуации стало то что свой твиттер удалил райан джонсон режиссер последних звездных войн райан май френд я знаю ты смотришь мои ролики ты старался да ты 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 хотел быть в клубе крутых ребят которым есть от кого прятаться есть что скрывать но нет 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 райан просто просто блять райан возьми за руку летающую бабушку лею и лети вместе с ней на корабль волшебных космических феминисток потому что я уверен что у режиссера настолько дерьмового фильма даже они не смогут найти ничего не то что оскорбительного даже интересного в твиттер пошел в жопу райан джонсон теперь вы знаете примерную обстановочку в медиамире под части интерсек феминизма дома часть изучена по мемам постам и видосам но видит бог это не так уж и сложно чтобы прямо идти в университет по матчасти все расизм сексизм и трансфобия стрелочка не поворачивается потому что не поворачивается быть угнетенным выгодно ради своих можно и прикрыть глаза эти принципы позволяют найти угнетение абсолютно везде а потому серьезно с кем-то спорить или что-то доказывать смысла нет феминизм третьей волны это тупое говно тупого говна для инфантильных разбалованных малолетних дебилов единственное на что сгодится их возня в интернет сейв спейсах под названием киберактивизм это троллинг и мемасы про них в их матчасти логических ладно все я понял те не нравится феминизм третьей волны